МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В двух детских садах города из-за ковида закрыто две группы. В пяти – шесть групп по причине ОРВИ. Среди школьников с новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано 46 человек. Но классы на карантин не закрыты, так как заболевшие – учащиеся с 6 по 11 классы. А школьники этого возраста, как известно, и без того учатся дома. Как отметил начальник единой диспетчерской службы Александр Сутягин, в последнее время возросло количество заявок для волонтеров по доставке продуктов и лекарств. Но вот с последним есть проблемы. Лекарств против ковида в аптеках города нет. К нам приходят обращения. Обращения направляются к президенту. А они вообще есть при лекарствах? Нет. Я с аптеками разговаривала вчера. Сказали, у поставщиков лекарств нет. Ситуация с лекарственным обеспечением – на контроле. Что касается вакцинации от гриппа, то в ближайшее время в Свердловской области ожидается поставка препаратов для взрослого населения. На сегодняшнем заседании членами Оперштаба принято решение выделить из резервного фонда средства на покупку 3000 медицинских масок. Их попросили приобрести работники транспортной сферы, чтобы выдавать пассажирам. Но что касается культурной жизни города, то она тоже пока под запретом. В театре начались репетиции, но зрителей на спектакле по-прежнему не зовут. «Хармонию отменили. 15 ноября у нас была вчера информация пришла из Екатеринбурга в связи с обстановкой в городе Ербите. Библиотека. Они работают с музеем параллельно, в том плане, что по одному, по два человека они принимают в соответствии со всеми требованиями обработки помещений, людей, кто приходит, и по книгам там тоже у них соответствующие требования выполняются. Центр молодежи также перевели в онлайн-мероприятия, работают по молодежи. КВМ-мероприятия у них сейчас начинаются, то есть с областью они работают, но все на дистанции, все в интернет-пространстве работают». Анастасия Махнашина, Владислав Бурулев, Павел Тимофеев, НТС Рыбит.